Удивительное время, удивительное место. Я попала в Краснодарскую филармонию. У нас есть филармония в городе, вот в такого же строения, очень красивая, и вчера, уже зайдя в этот зал, я восхищалась вообще всем, что здесь происходит. Мы проводим конференции хвалы немножко в другом формате. У нас буквально несколько дней назад прошла конференция в городе Краснодаре. Может быть, кто-то был, кто-то доехал до теплого города Краснодара? Кто-то был в Краснодаре? Слава Богу. Вот, и спасибо за гуслиста. Я думаю, что интересные моменты, да, Бог, как-то мы... Мы все равно берем основу из Священного Писания, да, и кажется, может быть, что-то новое происходит, но на самом деле так уже было. Я смотрю на вот эту надпись. Поклонение как священное действие. И когда мы разговаривали с Андреем, он говорит, у нас тема будет поклонение как священное действие. А я чем больше смотрю на это название, тем больше мне хочется поставить знак «равно». Поклонение равно священное действие. Я воспитывалась в такой культуре, где поклонение всегда было чем-то особенным. Моя мама, моя бабушка, моя прабабушка, они уже все верили в Бога, поэтому я выросла в той культуре, где поклонение было чем-то особенным. Я выросла, я родилась в баптистской церкви. Тогда, наверное, все были баптисты. Да, и для нас, мы приезжали к дедушке, у нас игры были такие. Он всем раздаст по Библии и каждому дает задание. Так как я была самая младшая, мне давали Библию и говорили, найди 10 слов «Аллилуйя». Я вот сейчас сижу и думаю, вот интересно, Господь, уже с того маленького возраста я знала, что мне нужно открыть книгу «Псалтырь», и там будет не 10 слов, там будет очень много слова «Аллилуйя». И я понимаю, что Господь каким-то образом, Он ведет нас по жизни. И вот то призвание, которое есть у меня, и я верю, что оно есть у тебя, потому что ты уже на этом месте. Мы понимаем, что из нас никто не случайно на этом месте. Аминь. Никто не зашел сюда просто так посмотреть. Даже если ты зашел сюда просто так посмотреть, я призываю тебя остаться до конца. И если у тебя есть какие-то вопросы, Бог обязательно ответит. Я не буду сегодня говорить ничего нового. Я лишь напомню вам какие-то вещи, которые касаются лично мою жизнь, которые касаются нашего служения в городе Краснодаре, которые я верю, что касаются каждого человека. Я верю в то, что каждый человек, который встретился со Христом, он автоматически становится поклонником Божьим. Поклонение, да, ну, мы, лидер прославления, да, это мое призвание. Но как человек, моя сущность, я дитя Божье, я поклонник. Я искупленный кровью Иисуса Христа. Поэтому я понимаю, что и этот зал скоро станет маленьким для нас. Потому что люди должны приходить в присутствие Божье, и они идут в присутствие Божье. Где-то, может быть, нам нужно сломать парадигму того, что поклонение – это лишь когда мы приходим и поем песни, да. И опять же, это лишь приоткрывает нам какую-то завесу присутствия Божьего. Наша мама отправила нас в музыкальную школу, когда мы были детьми. И учителя по фортепиано сразу услышали, что мы поем. И, конечно же, автоматически нас в хор поставили. А хор у нас, я жила в станице, и хор был только кубанский казачий хор. И нас нарядили вот в эти костюмы. Мама пришла на концерт, и мы, значит, там кричали во все горло, как могли, пели. Я помню, что это был наш первый и последний концерт. Потому что мама сказала, что вы больше никогда не будете петь ни на каких мирских концертах. Мы росли в таком. Мы пели на всех праздниках церкви. Мама с нами играла. И я слышала, как моя мама играет на пианино. Наверное, только лет так 30 назад. Так много мне лет уже. Она вкладывала в нас вот это почтение. И еще раз говорю, что мы росли в той культуре, когда каждый в церковь пришедший, он должен служить тем даром, который у него есть. Ты не можешь прийти в церковь и ничего не делать. Ты пришел в церковь, что ты можешь? Можешь петь? Добро пожаловать в фор. Можешь танцевать? Будь добр. Можешь играть на инструменте? Играй. Можешь, у тебя хорошо все с математикой? И здесь мы найдем тебе применение. Если даже тебе кажется, что ты ничего не можешь, есть группа порядка и так дальше. И все мы, кстати, начинали с нее. У нас вообще в группе прославления есть определенные такие негласные правила. Мы можем новых людей, которые приходят в служение, мы можем их пригласить на субботник в студию. Будьте добры, нам нужно там все. И мы смотрим, как человек реагирует. Когда-то, я уже рассказывала, у нас когда-то была большая очень группа прославления. И тогда было еще так модненько, все были в хитонах. Одинаковые хитоны у всех. Вот чтобы вы понимали, 60 хитонов. И я пришла, 16 лет мне, и мне пригласил музыкант. Говорит, Олесь, нужно перегладить 60 хитонов на воскресное собрание. Конечно, конечно, ты приходишь и ты занимаешься этим. Потому что у тебя даже нет мысли, что тебя используют. У тебя нет мысли, что это не твоя забота. Ты участник служения Церкви Божьей. И там, где Бог тебя поставил, Он спросит с тебя. Это отдельная тема. Кому много дано, тот много и спросит. Я вам хочу прочитать описание Церкви. 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 стиха. Современный перевод буду читать. Здесь, наверное, будет синодальный. Вы только посмотрите на себя, братья и сестры. Какими вы были, когда вас призвал Бог? Много ли было среди вас тех, кого бы вы сочли мудрыми? Много ли было влиятельных? Много ли родовитых? Но чтобы посрамить мудрых, Бог избрал то, что в мире считается глупым. Чтобы посрамить сильное, то, что в мире считается слабым. И избрал безродное и незначительное, иными словами, ничтожное. Чтобы значимое для мира обратить в ничто. И ключевой стих. Так пусть никто не хвалится перед Богом. Да, и мы потом читаем, что хвалящийся хвались Господом. Мы задаем этот вопрос всегда. Много из нас тех, кто закончил консерваторию? Много из нас тех, кто по восемь часов занимается музыкой. Много из нас тех, кто что-то представляет из себя. Но удивительно присутствие Божье. Бог почему-то призывает нас с вами. Он призывает и талантливых людей. И здесь Бог смотрит на сердце человека. Что у тебя в сердце? У меня вообще, я вот сегодня стою на поклонении и думаю, представьте, мечта, чтобы следующая конференция прославления, и здесь пели только песни, рожденные в России. Вот он вопрос, что Дух говорит церквям? Что Дух говорит нашей церкви? Что Дух говорит нашим церквям? То мы с вами здесь и провозглашаем. Я прям себе на заметочку думаю, ну если в следующем году не получится, может быть через два года получится. Конечно, это труд, и мы оцениваем себя, мы часто собираемся с лидерами прославления, и мы оцениваем, понимаем, получилось ли у нас вместе с церковью поклониться Господу? И как мы это можем оценить? Зал вместе с тобой поклоняется или нет? А тут уже другой вопрос. Если все выйдут со своими новыми песнями, люди не знают песен, и будет трудно. Поэтому что нужно сделать? Нужно песни уже начать писать сейчас, записать их и начать распространять. Так, чтобы на следующую конференцию люди знали тексты и пришли уже подготовленные. Правильно? Домашнее задание, дорогие друзья. Это я сама себе прописываю. Я у нас на юге тоже так сделаю. Еще одно место писания. Вот теперь мне бы с вами хотелось описать, прочитать описание поклонения. Что такое вообще поклонение? Прям представьте себе вот это служение. И сам Бог говорит, придите, приходите же к воде, это Исаия 55 глава, приходите же к воде все, кто измучен жаждой. Мы видим людей, которым очень нужно присутствие Божье. Это те, кто очень жаждет. Он говорит, приходи ко мне и пей. Жаждущий, приходи ко мне и пей. У кого нет серебра, приходите, получайте еду, ешьте. Приходите, получайте вино и молоко. Не за серебро, бесплатно. Почему отдаете вы серебро за то, что нельзя назвать пищей? Почему заработанное тяжким трудом отдаете за то, что не насыщает? Слушайте же меня и вкусите добрые явства. Богатой трапезой насладитесь. Внимайте, придите ко мне, слушайте и будете жить. Точно описывает присутствие Божье. Точно описывает поклонение Исаия. Вечный договор заключу я с вами ради верной любви моей к Давиду. Свидетелем для народов я его сделал, вождем и повелителем народов. Ты призовешь к себе племя, о котором и не знал, племя, не знавшее тебя, к тебе прибежит. Ради Господа Бога твоего, святого Бога Израилева, который тебя прославил. Взывайте к Господу, пока Он рядом. Зовите Его, пока Он близко. Это наше с вами собрание. Мы здесь, Бог здесь. Бог рядом с нами. Пусть злодей откажется от своего пути, грешный человек от мыслей своих. Пусть вернутся к Господу, и Он помилует их. К Богу нашему пусть вернутся, многомилостив Он. Один отрывок опущу, и дальше с радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Горы и холмы возликуют громко пред вами, и все деревья в поле будут рукоплескать. Вместо колючих кустов вырастут кипарисы, вместо крапивы мирт. Славой Господа это станет, знамением вечным, неприходящим. Все хорошо. Все да и аминь. Но только вот этот последний стих. У вас здесь есть в культуре, вы выращиваете, есть огороды? Выращиваете огурцы, помидоры, зелень какую-то, да? Может быть, цветы, кто-то цветами занимается. Если мы посадили розу, мы, конечно, хотим, чтобы выросла роза, да? Если мы посадили картошку, то все-таки мы надеемся, что мы не морковку будем оттуда доставать из земли. А здесь вместо колючих кустов вырастут кипарисы, вместо крапивы мирт. Славой Господа это станет. Я делилась этим у себя, и в 15 лет я попала вот на такой вечер хвалы. Первый раз тогда я начала поднимать руки к Господу, хотя, кажется, я все знала. Но тогда Бог особенно прикоснулся к моему сердцу. И тот вечер хвалы закончился. Я пришла домой и столкнулась совсем с другой Олесей, которую я раньше не замечала. Я в присутствии Божьем увидела, вот знаете, я увидела свою наготу, я увидела свой грех. Я понимала, что гнев – это ненормально, что злость – это ненормально. В присутствии Божьем, как будто бы Бог прожектором осветил мою жизнь, и Он показал мне, что нужно что-то исправлять, что нужно что-то менять. И мы потом читаем, что говорит, замени наши каменные сердца на плотяные. Мы много говорим о том, какие поклонники должны стоять на сцене, какие это должны быть люди, что это люди должны быть приготовлены и в музыкальном плане, и в духовном плане. Человек должен быть готовый. И мы иногда так сильно воздвигаем какие-то ему, какой-то ранг хотим дать, как будто бы это безгрешный человек. И как же он сходит со сцены, и у него вдруг вылетает какое-то слово. И все такие, «Ты же только что поклонялся на сцене». Или мы внимательно смотрим на пастырей, мы смотрим на их семьи, как же у них там. Но интересно присутствие Божье, да? Присутствие Божье – это единственная возможность для тебя и для меня увидеть себя таким, какой ты есть и осознать свою ничтожность. Осознать, что тебе нужен Бог. Мне кажется, вот это вот осознание, вот эта вот смена парадигмы в нашей голове, она бы и наполняла эти залы. Когда мы приходим сюда не просто музыку послушать, а не просто песни попеть. И вообще эту мысль, мне прям, знаете, я хочу отсекать эту мысль. Я даже не разрешаю своей команде так рассуждать. Мы идем в присутствие Божье. Мы приготовляем свое сердце. Мы следим за своим сердцем. И мы выходим сюда на алтарь, чтобы воздать Богу хвалу. Мы ничего не стоящие, ничего не значащие. И это Бог дал тебе способность слышать. Знаем, что есть слух, а у кого-то нет слуха. Это удивительно. Но я верю, что тому человеку Бог дал что-то другое. Но здесь, да, среди нашей с вами среды, мы говорим больше о музыке, да? Но если среди нас есть люди, которые вы, вы понимаете, что вы очень далеки от музыки. Вам трудно, вам непонятно. Вам кажется, вы так прекрасно поете, а кто-то рядом с вами смотрит на вас и просит, пожалуйста. Я прошу прощения, но я одно время запрещала мужу своему петь колыбельный детям. Я говорю, ты испортишь им весь слух, они не будут ничего. Тогда он говорил, иди ты пой, ты же не поешь, значит, я буду петь. Но я верю, что Бог дает талант каждому человеку. Не просто верю, а Слово Божье об этом говорит. Мы иногда загоняем себя в какие-то рамки, хотим, а я хочу, как у него, а я хочу, как у него, а вот у него же получилось. Нет, у него есть то, 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 а у меня этого нет. Но знаете, я тоже сначала думаю, и этого у нас нет, а это у нас есть, а это, и я думаю, вот так, а как, а как, вот эти, где они, правила, где эти формулы. Но потом мы открываем Слово Божье, и мы удивляемся. Сколько разных историй нам описывает Слово Божье. Сколько разных людей в разных обстоятельствах, с разными абсолютно талантами. Мужчины, женщины, дети, старики, самые разные люди. Мы вспоминаем Гедеона, у которого ничего не было, мы вспоминаем царя Давида, у которого очень много было, мы вспоминаем Соломона, мы вспоминаем Самсона, мы вспоминаем Девору, мы вспоминаем Марию, Анну, кого угодно, Самуила, я не знаю. И у каждого из них свои обстоятельства. Мы вчера с мужем в номере рассуждали, я говорю, интересно, что есть только одно общее у них у всех. Одно общее, и это Бог. Мы с вами все такие разные, приехали из самых разных городов. Кто-то приехал с большой церкви, кто-то приехал с маленькой, у кого-то нет ничего, кто-то вообще прославление ведет под фонограмму, а у кого-то вообще прославления нет в церкви. Огромная страна Россия. Но у нас с вами есть что-то общее, и этого общего достаточно. Бога достаточно. У Бога есть все. Вопрос нашего состояния перед Ним. Вопрос нашего осознания. Вот я, Господи, вот я, вот я инструмент в Твоей руке. Возьми меня, используй меня. Я не закончила музыкальную школу. В четвертом классе я пришла к маме, говорю, мам, можно я брошу музыкальную школу? Сколько там мне было? Лет девять. Мама говорит, что не хочешь? Не, не хочу. Ну ладно, не надо. Я сейчас говорю, мама, почему, почему ты мне не сказала, да? Ну опять же, это было время. Мы начинаем себя окружать людьми, допустим, да, я, 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 вокруг меня очень талантливые люди. Я понимаю, что я настолько нуждаюсь в этих людях. Я настолько, мы, мы настолько все разные, и, и нас Бог соединяет в одну церковь. И не надо говорить, что нет, вот у меня этого нет, я не смогу. Пусть он, вот у него лучше получается. Если ты видишь и замечаешь, и тебе хотелось бы что-то изменить, значит, Бог тебя призывает на это место. Ты чувствуешь, вот здесь бы что-то. Нет, не надо подходить и говорить, о, нет, сегодня поклонение было не очень, ребята, надо что-то менять. Да не надо, не про нас это поклонение, вообще не про нас. Мы туда Бога славим. И Бог приходит на жертву. Я помню, я была в хоре тогда, и меня лидер прославления наш пригласил первый раз. У нас как бы, у нас нет такой за там подготовка, раньше такого не было. Что, ты там в воскресенье будешь петь в солистах, поэтому будь добр, выучи партии. Нет, ты пришел в хор, а там хор огромный, человек 60, и вот ты стоишь там на третьей полке слева, никто тебя не видит, не слышит. Ну, он такой, иди сюда будешь, сегодня петь в солисты. Я уже рассказывала, говорю, это был мой последний раз, когда я не учила партии. Я так сильно любила поклоняться Богу, что я не могла себе позволить стоять с микрофоном и не знать, что мне петь. Я тогда взяла инструмент, я тогда взяла ноты и учила, и я каждый раз, я не знала, позовут меня в следующее воскресенье в солисты или нет, но я учила каждый раз эти партии, альтовую партию, сопрано, то есть мне надо было точно знать, чтобы если вдруг меня позовут, я с удовольствием буду славить Бога и знать, что мне делать. Поэтому ты сам прекрасно знаешь, сам прекрасно понимаешь, как тебе нужно готовиться к служению. Богу очень трудно действовать, когда мы с вами стоим, мы уперлись в этот холикорц, открыли мы этот сайт и пытаемся оттуда что-то играть. Очень трудно так. И солист на тебя смотрит, он тебе хочет сказать, давай что-то сделай, а ты стоишь, смотришь в этот телефончик свой. Так трудно. И мы сами себя загоняем вот в эти рамки. Моя мама всегда говорила, Бог никогда не дает сверх сил. Бог никогда не дает сверх меры. Если тебе на эту неделю сказали выучить восемь песен, Бог тебе не дает сверх. Он тебе даст и время, и силы сделать это. Сделай это. И вот тогда ты будешь испытывать настоящее счастье во время поклонения. Ну, мы сейчас говорим, да, конкретно о пении, о прославлении вот здесь. У нас у всех разные обстоятельства. Я вернусь к этому стиху, да, это Исайя 55, 13. Вместо колючих кустов вырастут кипарисы, вместо крапивы мирт. Славой Господа это станет знамением вечным, неприходящим. Бог берет ничего не стоящее и ничего не значащее. Люди жадные становятся очень жертвенными людьми. Люди злые начинают любить всех, кто рядом с ними. Одинокие люди открывают свое сердце. И это не наша с вами заслуга, и никогда она ей не будет. Это присутствие Божье, в которой мы можем быть лишь инструментами, да, в его руке. Еще одно место. Я вам напомню. Помните, ученики пришли и говорят, он говорит, отойдите, я не знаю вас. Он говорит, да как же, мы же и бесов изгоняли, да, и так дальше там много всего. Сами прочитайте, знаете, о чем я говорю. И одно время меня очень сильно коснулось это место. Я думаю, интересно. Бог действует через нас в присутствии Своем, в церкви. Люди изменяются. Люди исцеляются. Люди получают что-то невероятное в свою жизнь. Но ты можешь остаться за дверями. И потом ты придешь, Господи, да я же прославление вел на таких больших собраниях. Люди же изменялись. Люди так много говорили мне, что это так сильно благословляло их. Как же так? Я же делал это. Он говорит, отойдите от меня. Не знаю вас. В последнее время я и себе говорю, и ребятам в команде в своей говорю. Мы призываем прям каждого члена команды обязательно быть в домашней церкви, находиться в церкви. Не просто собираться собраниями там музыкантов или еще что-то. Это все на своем месте. Но каждый из нас должен участвовать в жизни церкви. Неважно, в каком служении ты находишься. Иногда мы думаем, что Бог доверил нам служение, значит, мы чуть-чуть более духовные. Мы и так читаем Библию, мы и так изучаем, мы еще что-то. Но нам нужно, мы не можем себя вполне оценить трезво, какие мы есть на самом деле. Поэтому Бог дает нам собрание. Он говорит, не оставляйте собрание вашего. Поэтому Бог дает нам, чтобы кто-то со стороны иногда взглянул и сказал, Олеся, здесь была ты слишком резка. Или вот это было неправильно. Или вот об этом ты подумай. Понятно, что это всегда в духе любви и кротости. А иногда и не в духе любви и кротости. По-разному, да? Но мы должны себя всегда ассоциировать, да? И всегда считать себя частью, частью церкви. Большой церкви, не просто служения. Поэтому пусть пусть, когда присутствие Божье проистекает из твоего сердца, пусть в первую очередь оно касается твоего сердца. Пусть в первую очередь ты будешь понимать, что мне так сильно нужен Бог. Я так сильно нуждаюсь в Нем. Мне так сильно нужна Его благодать. У нас пасторская семья. Недавно мой муж стал пастором и мы каждое воскресенье едем на служение раньше, чем все. Мы собираем своих троих детей, садимся в машину и нам до офиса церкви ехать ну прям минут тридцать-сорок. Вот пока мы едем, я каждый раз себя ловлю на мысли, думаю, вот она священническая семья. А с утра у нас ты погладил себе брюки, ты позавтракал, ты это сделал, ты то сделал, почему ты опасаешь, давай быстрее. И потом мы все садимся в машину, уже все такие в мыле и начинается. Ребят, простите. Там то-то, то-то. Дети сидят на тебя, вылупились и я вот думаю, сейчас вот мама выйдет на сцену, начнет вести прославление и у детей такое, они как бы не могут понять, что происходит, мам. Ты как бы сейчас тут... И в какой-то момент я начала переживать, особенно за старшую дочку, ей 14. я прям, я помню, я на коленях прям стояла, думала, господи, мне так сильно надо, мне ничего не надо, мне нужно, чтобы дети мои были в церкви. мы никогда их не заставляли ничего делать, там, я имею ввиду, читать Библию или там ходить на собрания. И она в какой-то момент заявляет, я хочу принять крещение. Я вот так, я помню, я стою и для меня это... мы всегда признаем свою греховность, вот особенно, ну я и в команде мы говорим об этом, и в семье, мы понимаем, что мы люди несовершенные. И как только мы поймем, что мы, мы уже достигли вот того невероятного уровня, когда все, нам ничего не нужно, в тот самый момент мы начинаем уничижать жертву Христа. Тогда зачем умер Христос? Вот для тех ребят, которые там еще где-то. Искупительная жертва Иисуса Христа, она нужна каждому из нас. Мы обновляемся, мы исполняемся Духом Святым, мы каемся перед Ним. Это не просто какие-то слова или что-то, мы читаем Писание, нам говорит апостол Павел, говорит, что он говорит, я первый, из грешников я первый. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Пусть сегодня в поклонении нашим, пусть мы не смотрим на какие-то внешние вещи, мы понимаем, что это действительно священодействие. Это действительно то, почему Библия так много нам описывает, когда певцов ставят впереди. Это было повеление Божье. Певцов впереди ставили. И наша с вами огромная ответственность тем, что мы стоим здесь. Да, это привилегия, но это огромная ответственность, но это огромная ответственность, которая требует огромного посвящения. И мы вчера слышали, что вот этот промежуток, который мы не всегда его берем в расчет, трудный промежуток. Но еще раз говорю, что у нас есть Бог. Бог, который пойдет с тобой после этой конференции дальше. Бог, который призывает тебя к чему-то. Бог, который дает новые тексты, который дает желание заниматься. Бог, который дает... Вот здесь вопрос, послушан ли я ему? Или Богу нужно ставить тебя в определенные рамки, в определенные обстоятельства, чтобы ты понимал, о, да, сегодня я буду заниматься музыкой или все-таки разберу, что такое сольфеджио и все остальное. Но иногда и так Бог работает. Для меня удивительно, когда люди приходят в служение. У нас очень много... Да, одно время было, мы брали каждого, каждого человека. Вот человек приходит, и он уже год в служении, два года служения. Элементарно. А ты знаешь ноты? Нет. А вы можете сейчас, чтобы мы хорошо пели песни, теперь нужно на аудио записать альта и сопрано, и нам выслать, тогда мы выучим. Я говорю, ребята, а ноты зачем? Сейчас мы все пытаемся упростить, чтобы сделать как удобно. Ну вот человек, слушай, ну если ты посвятил себя на это служение, элементарные вещи, всего семь нот, где они находятся. Детям легче, конечно, поэтому мы призываем, чтобы дети начинали, да, заниматься музыкой и так дальше. Но если ты пришел... У нас есть шикарный пример. Да много таких примеров. Моисей начал свое служение в 80 лет. Бог призывает нас. Но еще раз, Бог призывает горящее сердце. Бог не призывает тебя, если ты сидишь на диване, смотришь телевизор, или там все классные проповеди на ютюбе, или все классные, все классное прославление, и вот ты услышал где-то. Нет, Бог тебя призывает, тебе придется в какой-то момент все это выключить и идти заниматься. Аминь. Аминь. Нам это очень нужно. И одно делать, и другого не забывать. Если уж мы призваны. И почему, когда Давид строит скинию, он берет искусных в своем деле, да? Он берет людей, которые владеют музыкальным инструментом. Не все желающие, ребята. Представьте себе. Я иногда думаю, мы придем на небо, думаю, интересно, в каком ряду я буду стоять. Что я сделала для того, чтобы что я сделала? Моему пастору достаточно, что у нас мы поем прославление под фонограммы. Где наша планка? Докуда мы тянемся? Где последняя точка нашего развития? Пастор будет благословлять служение поклонения в твоей церкви. Когда он будет видеть реальное присутствие Божье во время поклонения. Когда люди, приходя в церковь, они будут ощущать. И не важно, что вы там поете. Манит сердце мечтою или я не знаю еще какую современную песню. Неописуемую там что-нибудь, я не знаю. А еще, если это будет, если пастор говорит сильное слово, да, и вы будете в подтверждении этому какую-то песню, да это же невероятно. Люди поют, мы разговариваем, это один язык, да, но когда мы поем, это совсем другое. Самые разные люди приходят, и мы, конечно, иногда оцениваем, вот он руки поднимает или он там на колени склоняется, вот, у него там он особо приготовленный. А есть люди, которые приходят, вот они тихонечко вот так становятся и не двигаются вообще. Но мы же не сердцеведцы. Да может, у него поклонение еще глубже, чем у кого-то бы то ни было. Вообще нам закрыть глаза на зал, нам обращаться к Господу и каждый раз, выходя сюда, вот это состояние трепета хранить. Потому что ты выйдешь и, Господи, что ты хочешь, что ты хочешь, чтобы ничего лишнего, где что надо. Такое основание, на самом деле, как будто бы не твердое основание, да. Ты выходишь служить, вот оно священодействие. И ты так сильно должен быть послушен Духу Святому. И это очень сильно заметно. К счастью или к сожалению, это сильно заметно, когда команда просто шикарно подготовлена. Или когда команда шикарно подготовлена, и она вот в этом состоянии ожидания присутствия Божьего. Разница колоссальная. И мы все это слышим, понимаем, чувствуем. Давайте мы встанем, помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за невероятную привилегию быть на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал каждого из нас, что Ты оправдал, что Ты позвал нас в свое присутствие, что Ты доверил нам, Господь, идти впереди. Для нас это большая честь, Господи, и мы просим Тебя, зри, не на опасном ли мы пути, и направь нас на путь вечный. Господи, пусть наши стези всегда будут направлены к Тебе, Господь. Пусть наш путь всегда будет направлен к Тебе, Господь. Пусть мы никогда не присвоим, Господь, Твою славу себе. Боже, Боже, мы хотим быть хорошим инструментом, настроенным инструментом в руке Твоей, так, чтобы Тебе легко было течь через нас, Господь, так, чтобы Тебе легко было употреблять каждого из нас, Господь. Вот мы, возьми нас, Господь. Мы не знаем, Ты говоришь сегодня в сердце каждого из нас. Я благодарна, что Ты говоришь в мое сердце сегодня, Господь. Пусть это благоговение и трепет в присутствии Твоем всегда, Господь, наполняет сердце мое, Господь. Мы благословляем друг друга, Господь, каждого на том месте, кто где служит, Иисус. И мы просим Тебя, дай нам еще на один шаг быть ближе в присутствии Твое, Господь. Дай нам еще один шаг, Господь, познавать волю Твою, что она есть, Господь, какая она есть благая, угодная и совершенная, Господь Иисус. Во имя Твое Святой мы молились, да будет имя Твое прославлено на этом месте. Аминь.